Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире студии ФУАКТ. И в начале выпуска коротко основные темы. Тазовские кафе присоединяются к проекту «Ямал-100». Мы вообще всегда готовы к сотрудничеству, к каким-то коллаборациям с другими проектами. Специальная брендированная продукция уже доступна гостям заведений. Маленьким тундровикам дошкольное образование. Здание детского сада состоит из двух жилых болголов. Здесь игровая зона и здесь учебная зона. Около 20 детей посещают кочевую группу детского сада на факторе «Юребей». Собачье новоселье уже скоро. 40 новых вольеров установят в Тазовском приюте для животных уже в этом месяце. Накануне в Тазовских кафе и кофейнях появились стаканчики с логотипом «Ямал-100». Напомним, старт этого проекта как масштабной программой развития региона объявил весной губернатор округа. Через 7 лет в 2030 году «Ямал» будет отмечать 100-летний юбилей. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу истории. «Ямал-100» – это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни северян, сказал Дмитрий Артюхов. Работники счастливого свитера – первые обладатели брендированной продукции. В заведении уже разливают горячие напитки в стаканчики с логотипом «Ямал-100». В подарок кладут шоколадки. Для всех желающих в зале – порционный сахар. Тоже с символикой «Ямал-100». Для заведения, конечно, это классно. Мы вообще всегда готовы к сотрудничеству, к каким-то коллаборациям с другими проектами. Это здорово, безусловно. Ну и вообще сам проект – это также здорово, потому что это все прославляет наш «Ямал». На Дыме военнослужащим начали выдавать отпускной сертификат. Новая муниципальная мера поддержки рассчитана на всех горожан, участвующих в специальной военной операции. Первые сертификаты военнослужащим, находящимся в отпуске, вручила глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Теперь по приезду в отпуск военные смогут посещать культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия совершенно бесплатно. Получить сертификаты и узнать о том, как и в какое время можно воспользоваться предложенными услугами, помогут кураторы, закрепленные за каждой семьей. Они помогают с оформлением документов, принимают заявки на оказание помощи в быту от семей участников спецоперации. На школьное образование даже на отдаленных территориях порядка двух десятков детей посещают кучевую группу на фактории Юри-Бей. Она существует уже 8 лет. Как проводят свои будни маленькие северяне, расскажем далее. В 2015 году на базе детского сада «Северяночка» была организована кочевая группа, которая ведет работу круглый год. Занятия проходят в специально оборудованном модуле «Возраст детей от 3 до 7 лет». Здесь у нас находится кочевая группа кратковременного пребывания, которая посещает 19 детишек. Все детки разного возраста, от полутора лет до семи. В этом году мы двух деток отправляем в школу. У нас мальчик и девочка, выпускники. Здание детского сада состоит из двух жилых балконов. Здесь игровая зона и здесь учебная зона. Марина Викторовна правильный воспитатель. Очень хорошая девочка. Она молоденькая. Она год назад закончила многопрофильный колледж по профилю дошкольное воспитание по специальности воспитателя. Здесь воспитатель делает все для того, чтобы дети научились максимально считать. Знакомят за звуками, учат рисовать, лепить, читают им сказки, устраивают утренники, водят на прогулку. Несколько лет назад детский сад участвовал в конкурсе на получение гранта губернатора и выиграл 500 тысяч рублей. На эти деньги был приобретен набор психолога «Приоритет». Он состоит из семи модулей. Один из них – схожий и различный. Благоприятно сказывается на состоянии ребенка. Набор выполнен из сертифицированного деревянного материала. Краска тоже все это сертифицирована. Детки очень любят на вид. Это очень простое занятие, но дети очень любят нанизывать на ниточку, перебирать, формировать и по цвету, и по форме, и по всему. Дети с удовольствием посещают садик, пока родители в тяжелых северных условиях занимаются рыболовством. Они находятся в теплом помещении под присмотром надежного и доброго воспитателя. Ирина Нинянко, Анатолий Чернышев, студия «Факт». Второй год в Тазовском работает приют для бездомных животных. Плановая вакцинация, карантин, питание и уборка. Ежедневно этим занимаются волонтеры и сотрудники. В этом месяце хвостатым установят 40 новых вольеров. Об этих и других серьезных изменениях, которые произойдут в приюте в ближайшее время, в материале Екатерины Зайцевой. Все собаки и кошки, когда попадают в приют, проходят обязательные процедуры. Их осматривают местные ветеринары, прививают, стерилизуют, лечат, если есть такая необходимость. Отправляют на 10-дневный карантин. За все время существования пушистиков в Тазовском не было зафиксировано ни единого случая нападения их питомцев на человека. Практически все случаи – это покусы хозяйскими собаками. У нас многие, к сожалению, жители безответственно относятся, содержат собак на улице, просто прикармливают собаки с ошейниками. Всего в приюте площадью 10 554 квадратных метра содержится свыше 300 четвероногих. Это 250 собак, 120 кошек и один кролик. В их числе 35 животных, которые поступили за последние полгода после обращения тазовчан в местную администрацию. Между управлением по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский, администрацией Тазовского района, заключен контракт с ИП Матвеевым. Получается, поступают жалобы, мы в оперативном порядке связываемся с отловщиками и в дальнейшем их отвозят, отлавливают и отвозят в фонд «Хочу домой» или же в Нижневартовск. При содействии администрации Тазовского района уже закуплены 40 новых вольеров для животных. Установят их до конца августа. Плюс ко всему по всей территории увеличат высоту забора дополнительным железным ограждением. Поставят противоподкопную сетку и сделают отдельную зону для карантина. Все это для того, чтобы пребывание хвостатых в приюте было более безопасным. Мы получаем от людей доверие, потому что в первую очередь, если что-то случается, люди видят опасность, да, они звонят пушистикам. Мы всегда рады тем, кто к нам приходит. И они видят вот эту деятельность, да, проносят через себя этот труд, который мы делаем ежедневно, да, ежечасно, потому что мы, не щадя своим временем, своими личными какими-то там планами, да, семьями, мы каждый вечер здесь. Напомним, что с 1 сентября на территории округа вводятся новые требования к содержанию домашних животных. Владельцам необходимо будет зарегистрировать питомца и установить чип. Обе процедуры проводятся бесплатно. Также сотрудники приюта просят родителей обучать своих детей правилам поведения с животными на улице. Екатерина Зайцева, Анатолий Чернышев, Студия Факт. Морошка и голубика, подосиновики и маслята. В Заполярье начался сезон сбора ягод и грибов. Многие эмальцы уже успели побывать в тундре и запастись дарами севера. Бываете ли вы в тундре и как проводите свое время на природе в преддверии жарких выходных? Мы спросили об этом у жителей Тазовского. С семьей ездим, ягоды собираем, грибы собираем. Вот недавно даже были, ходили с детишками, гуляли. Вообще любим ходить в тундру. Дышим и отдыхаем, наверное. Грибы, ягоды сам собираю или восьмей. Все как бы обалденно. Ну, как время бывает, так выбираемся. Почему бы и нет. Это же замечательно, тем более в тундре. Это вообще классно. Такой как бы природы здесь, ни где такого нету, просты. Обычно с семьей мы ездим за грибами, да, с мамой, с отцом. Там проводим время, круто. Никогда там не был, но желание имею бешеное съездить туда. Потому что, говорят, там очень красиво и интересно. Ну, природа, сами же знаете, какая была хорошая, прекрасная. Люблю за то, что там свободно дышится. Знаете, такой простор, ягоды, грибы. Правда, я редко хожу, но хожу иногда. На Марушу собираем, варенье делаем, голубику тоже варенье делаем. А с кем ездите в тундру? С семьей обычно ездим. Я варенье ел. Из брусники, по-моему. Тундру, конечно, люблю. По ягодам ходить, грибы. Ну, все наши витамины, как говорится, где живем, там мы должны питаться своими. Не питаться, а, как правильно сказать, употреблять, что ли, свои витамины должны получать. Собираю на целую зиму ягод, если есть. В этом году голубики много. В прошлом году было мороженое много. Главные события уходящих семи дней, важные факты и актуальные комментарии. Все это в итоговой панораме недели. Она выйдет в эфир в воскресенье в 19 часов. И вот о чем пойдет речь. Кадры нужные району. Муниципалитет посетила команда окружного департамента экономики. Задача разработать дорожную карту по привлечению в поселение учителей и врачей. Район, в свою очередь, готов создать максимально комфортные условия для жизни и работы. Меняя трубы летом, ТАСПИД-сервис готовится к осенне-зимнему периоду. В приоритете – коммуникация. Помимо этого идет ремонт в подъездах, санитарная обработка и благоустройство территорий. Где идут самые масштабные работы? Покажем. ТАЗОВСКОМ идет обустройство новых детских игровых комплексов. Необычный дизайн обещает малышам увлекательные прогулки. Чай из него не попьешь, но наиграешься вдоволь. Где будет самовар? А где гигантский морской житель? Ответим на вопросы в сюжете. Решать вам глава ТАЗОВСКОГО района Виктор Югай продолжает серию встреч с жителями антипоэтинской тундры. Задача информировать о новых формах ведения хозяйственной деятельности. О преимуществах крестьянско-фермерского хозяйства расскажем в материале программы. Истории Великой Победы, 80 лет завершения Курской битвы отмечаются в этом году. Ее главные события, имена и даты вспомнили участники исторического брейн-ринга, который прошел в ЦНК. Никто не забытый, ничто не забыто. Это в очередной раз доказали юные северяне. Встречаемся на берегу реки ТАЗ. Фестиваль скульптур из песка состоится завтра в районном центре. Начало 14 часов. Идея данного фестиваля скульптуры из песка возникла в коллективе библиотеки, потому что погода на Крайнем Севере этим летом нас очень хорошо радует. Прекрасная погода, замечательное настроение. И мы решили, почему бы не создать сказочные скульптуры из песка посредством участия жителей района. На данный момент зарегистрировалось 7 команд участников. Надеемся, что в течение сегодняшнего дня эта цифра увеличится. Команды разные. Есть команды от организаций, которые поддерживают деятельность библиотеки. Есть также команды наших постоянных читателей, которые всей семьей активно проводят время в стенах библиотеки. Добавлю, что заявки на участие в фестивале принимаются до 13 часов субботы. А наш выпуск на этом завершен. Приятных вам выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok